Впечатлил, конечно, конвейер Тойоты, когда сотни людей выпускают 3-4-5 парок машин одновременно, разбираются машины, опять собираются, расходятся двери, двигателя, все вместе собираются, и практически на мисточке заводится машина и уезжает, это действительно впечатлило. И это не крупноузловая сборка, это очень мелкоузловая сборка, то есть там до кнопочек, практически кабеля, это практически все собирается, и это делается в таком невероятном темпе, человек, который все это быстро собирает, он не останавливается в течение 8 часов, он не робот, он как робот, он даже лучше робота, это смарт-робот, который быстро все это делает, и невероятная производительность. И все это сходится в конце, то есть заходит кузов практически с дверями пустой, все это разбирается, опять все собирается, но уже полна комплектации. Вот это на самом деле без дефекта, это просто невероятное зрелище. Если мы научимся делать то же самое на строительной площадке, даже половину того, что мы увидели, это будет невероятный прорыв, это будет революция. Первое, ну, конечно, такие величайшие люди, как Шинга, как Вину, с которыми два дня мы встречались, это просто превосходно. То, что они рассказали, о том, что руководитель должен быть лидером, он должен поменять свое сознание, вообще мышление, отношения, и быть действительности подвержен вот этой, в первую очередь, сам ходить. То, что на Тойоте видели, чистота, идеальнейшая, действительность пола можно кушать. Ну, просто супер. И, говорю, действительно, вот эта повестка, она просто перевернула. Живнутреннее сознание, понимание многого. Я думаю, что это нужно все вновлять. Тот же канбан, про который мы говорим, да, мы сегодня идем, а сегодня наглядно увидели, как это делать, и дальше, я думаю, у нас получится. Я тоже, наверное, повторяться не буду, но действительно, это Тойота, здесь Тойота, действительно, налаженный процесс одно, мне понравился, люди, которые работают еще там, как роботы, когда двигаются, вообще не останавливаются на секунду, есть определенный период, вот так, тогда, наверное, как, ну, двигаются там вообще нереально, как роботы, это раз, и мне понравился слова Дюбенов, который рассказал, да, если они могли, в Индии, да, с бедной страны, там, просто много людей, да, то могли, если в Индии, да, в систему, да, там, ввали, такой процесс, мы верим, и получится, и наши коллеги, что поверят. Мне понравилась, конечно, система общей организации работы на производственных цехах, это и логистика, это и система Канбан, это уровень роботизации, чистота, слаженность работы, и вот то, что процесс уже отрепетированный до такой степени, что люди действительно, работа их походит, походит на работу робота, то есть процесс настолько отточен, что человек не то, что там разговаривает с кем-то или отвлекается, реально в режиме, там, в таком турбо-режиме работает, что вроде бы уже лучше даже нечего у него в работе, но, как нам сказали на экскурсии, что каждый день все равно продолжают какие-то изменения вноситься в процессе, это, наверное, я же поражаю. Ну и также Лена, действительно, которая сказала, что в Индии все это достигли, такая страна, я думаю, по уровню там экономического развития, в принципе, не так, скажем так, отличается от нас, а где-то некоторые районы гораздо беднее. Вот это поразило на самом деле. Как будто коллеги, ну, что бы я хотел сказать, что помечательно за два дня, качество, вот, все. Все, что бы не происходило вокруг, оно было сделано, и было сделано качество, когда стремимся, добавляем все детали, держат. Когда забивали шасси, два человека синхронно работали. То есть, я говорил о том, что парень могут делать абсолютно любые качественные вещи. И порно качественные чемпионалы на самом деле. Если бы не повторяться, но самое главное услышанное от двух гуру линд-менеджмента, наверное, Шинго и Вену, первое, это открытое признание проблем, то есть, «everything is ok», это самая главная проблема, да, как сказал Вену. И то же самое практически сказал мистер Шинго, то, что нужно быть скромными и показывать примеры линд на себе, начиная с первого руководителя. То же самое удивило, что сам конвейер на «Тойоте» процесс организован так, что ни один участник выпасть не может. Если он совершает ошибку, я 100% уверен, что его не руководитель будет ругать, а его будет презреть и к нему относиться к членам команды. Вот этот процесс организован так, что он не имеет права на ошибку. То есть, полная командная работа, и каждый член команды знает, что его ошибка может обернуться подводом, вот может подвеститься в целую команду. И члена, кто ошибается, члена команды, кто ошибается, его воспитывает сама команда. Сам процесс организован так, что там невозможно ошибиться. Вот эту систему, я не знаю, как это сделать, но над этим, наверное, лично я сам задумывал. Доброе утро, коллеги. Что понравилось? Верфон, что мы вчера в Вену говорил, то, что мы все время говорим, это наш менталитет. Да, это, как бы, можно сказать, это не отмазка. Менталитет здесь ни при чем. То есть, если это японцы делают, то во всем мире, если японцы даже в Америке, спокойно производят машины, те меже американцы, которые почивают, когда станет, это не может. Это первое. Второе, это стандартизация. Все нужно стандартизировать. Философия Линд. Философия Линд. Раньше как-то задумывался, но сейчас намного глубже, оказывается. Нужно начать действительно с себя, показывать пример. Все время не в офисе проводить, а, наверное, на линии. И показывать своим примером, как можно улучшать. Вчера обратили внимание на это, возможно, один из таких стандартизов. По фасаду, по обшивке это было видно, но в то же время идеальная чистота и вот вовлеченность сотрудников, всех сотрудников в процессе улучшения. Это, наверное, вот и отражается в том, что все значения, все оборудование в идеальном техническом состоянии. При этом хотелось бы посмотреть на последние заводы Toyota, которые идут на развивающихся рынках. В Польшой, то есть это в той же России, в Мексике, в Китае. И самое главное, что действительно система Kanban работает отменно. Я уверен, там на заводе находится не более чем двухдневный запас комплектующих. У поставщиков, наверное, тоже двухдневный, а то, что пригодится через месяц, еще даже не стали производить. То есть все делают точно и в срок. Но встретил господину Свянов в первую очередь все, что хотел сказать. Я думаю, он продвигает философию правильной и нормальной жизни в этой очень бедной своей стране. Поэтому, когда мы говорим, что он сказал, я за год потратил там миллион двести, но люди получили от этого отдачу миллиард двести. Это говорит о том, что все-таки он не просто так подарил и забыл проблему на деревных подарков. Он философию правильной жизни. То есть, если он дал фермеру возможность, помог обновить свой земной фонд, то это уже на какую-то перспективу там пяти-шести лет. Поэтому через, скажем так, философию правильного подхода к жизни, то есть не штифиньского, а правильного подхода, он, наверное, двигает все эти огромные массы своей страны к более высокому уровню жизни. И, скажем так, к более правильным условиям. Хотел бы, во-первых, поблагодарить Пола за то, что он организовал поездку именно в эту строгу. Вот теперь мы понимаем, о чем он говорил раньше. Свои через себя пропустили. Вот хотел бы вернуться. Первый день, когда мы ездили в Додзё, на самом деле на элементарных вещах, на элементарных операциях мы поняли, как нужно это все видеть. Мы научились поведеть. И вчера, когда был диалог, и где-то было, что те, кто был на Додзё, мы на одной волне, мы друг друга по глазам понимали, мы улыбались. И я возглавляю, что мы все-таки отстояли свою позицию. И хотел бы, чтобы мы вот эту волну, вот это понимание, да, привезли к себе на родину и пропустили это, вернее, раздали это все, заразили наших сотрудников, через свое понимание, через свой... Не знаю, как объяснить еще. Через центр? Да, ну, понятно, через учебный центр, который будет организован. Вот. Ну и я рад, что попал в Японию. Это страна такая слома мозга, здесь именно много чего можно научиться, брать эти инфекционисты. Постоянно говорить в полном об этом, мы обратно увидели это за последние два дня. Это уважение, доверие коллегам, сотрудникам. И они путем этого появляли себя уже на работе, показывать вам, да, ну, чтобы это было, как говорили, как всем понимаем, было легко. Второе, это все, что здесь мы видим, к чему они пришли, они пришли путем того, что достигали с самого начала уже лет 30-40, находили свои потери. Наша задача теперь начать так же находить потери и решать их. И, в принципе, год-два мы быстро будем набрать то, что, в принципе, то, что, как я взял, то, что они устраняются, то, что они и гасить их в отделе и выскаживать в России в развитии. Доброе утро. Чем понравилось? Или что запомнилось? Запомнилось вину, запомнилось свои высказывания, пока руководство или сами акционеры не будут обовлечены. И он провел с группой 60 человек со всеми рабочими с моего завода, пока их не будет вдохновил после этого какой-то результат. И тот результат, который он написал. Легендарный конвейер Toyota. Много о нем слышали, много читали. По-моему, это все-таки человек способен на 6, 8 или 10 операций. В принципе, она подтверждается, что, скажем, тот же сборщик, скажем, переднего шасси, он там 4 саленблока вткнул, она в коробочке была. Уже 4 саленблока лежал. Там не 6 лежал, там 4 лежал. А вот эти 4 саленблока ему там подготовился предыдущий сотрудник, наверное, который застатывал по коробочке. Здесь ошибиться невозможно будет, то есть, соответственно, не ценуя все на качество. Затем момент, когда каждый заметит, наверное, сделать выбор, и не третит, не третит у себя. Всем доброе утро. Очень эффективно, отличная поездка. Еще раз убеждаемся, потому что он уже все пройди сам, можно прочувствовать руками, подоптать ногами. Вот этот мозг это будет очень эффективно. И с этой поездки, я думаю, наиболее яркие впечатления это слова Вину о том, что мы должны найти свой путь в этом пути, в длинном листе. Не японский, не индийский, а свой казахстанский. Для меня есть, как менеджер, из манера, задача сейчас это найти те культурные, ментальные ценности, привычки, характеристики, которые действительно станут преимуществом для нас в поиске этого пути. Все остальное достаточно понятно. То есть, даже сама презентация на заводе, все четко расположено, четко понятно, как это работает. Я думаю, уже на подключу, во-первых, эффективная команда и первый раз сталкиваться с какой-то из проблем или задачей. Вот так же мы, кстати, сделали переосознание постановки задач. Я думаю, мы дойдем выработать эффективные решения. Они уже выработаны, чтобы действительно получать с основ нашего коллектива, с людей, с менеджмента, чтобы все были вовлечены. Спасибо. Спасибо. Что понравилось, что как первый руководитель создавал эту атмосферу доверия, строил базис, фундамент, посредством которого раскрывал людей и люди за ним шли. Инструменты кайдзен, как этого добиваться. И радует, что мы встали на начало трансформации и ждем от того еще пять смертельных болезней венежмента в будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова